Приветствую, братья и сестры! У нас начинается исследование книги «Деяния апостолов» сегодняшнего служения. В последующих несколько недель у нас будет изучение «Деяния апостолов» и уроки, которые преподает нам Господь в этой интересной книге. Я бы вначале хотел прочесть для нашего рассуждения основания, и дальше мы будем больше читать, но в начале «Деяния апостолов», первая глава, первых несколько стихов. Первая глава «Деяния апостолов» с первого стиха. Первую книгу написал я тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который он вознесся, дав святым духом повеления апостолам, которых он избрал, которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. «И собрав их, он повелел им не отлучаться из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня». И с 12 текста, 12 стих «Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится вблизь Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр, Яков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Дилот и Иуда, брат Иакова». Вот так вот начинается Деяние святых апостолов. Деяние святых апостолов, братья и сестры, это книга, одна из книг Нового Завета, в которой рассказывается история Первой Церкви, вот первые шаги христианской церкви после того, как возникло вот это вот новое учение, Новый Завет, да, Новый Завет, который принес Господь Иисус Христос. И вот на основе его возникло вот это новое учение, можем так сказать, да, потом оно названо будет христианством. Автор этого послания Лука, считается, что это Лука, все с этим согласны почти, это был спутник и соратник апостола Павла, вот в Колоссяном, если помните, есть четвертая глава, там написано, что Лука возлюбленный врач, так называет апостол Павел, своего соратника и попутчика, возлюбленный врач, который помогал Павлу в его служении. И он сопровождал Павла во втором его путешествии в миссионерском, в третьем они вместе были, в миссионерском путешествии. И вот в последнем путешествии в Рим Лука также был с Павлом. И вот Лука – это тот автор, который пишет вот эту книгу «Деяния апостолов». Книга «Деяния апостолов», она адресована, мы с вами почитали, Феофилу. Считается, что это был один из обращенных язычников. Скорее всего, он был римлянин и занимал, похоже, высокую должность, какую-то больше ссылаются к этому, но это был один из обращенных язычников, вот которому пишет Лука. Это уже вторая книга, да? Вот написано, что «это первую книгу я написал тебе». То есть первая книга была написана, это первая книга, конечно же, братья и сестры, это «Евангелие от Луки». «Евангелие от Луки» – это тоже авторство того же автора, тот же вот Лука, который написал «Деяния апостолов», он писал первую книгу, которую мы знаем как «Евангелие от Луки». И вот эта вот первая книга, она, вы знаете, да, вот начинается «Евангелие от Луки», там написано, для чего писал Лука, он так и пишет, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Вот это вот основное назначение и цель, почему Лука пишет Феофилу. Написано, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором ты наставлен. То есть желание Луки – это утвердить веру, поддержать, укрепить и вот утвердить вот это основание, на котором строится учение, в которое уверовал Феофил, в которое уверовали и мы с вами, братья и сестры. И вторая книга – это «Деяние апостолов», оно естественное продолжение. Вот если первая книга написана, да, вот я написал первую книгу, говорит Лука, о всем, что Иисус делал. То есть от момента, когда Иисус был на земле и до того момента написано, в который Он вознесся. Это была первая книга «Евангелие от Луки». Вторая книга «Деяния апостолов» начинается вот с этого момента, когда Христос вознесся и вот начинается действие или жизнь учеников уже без Иисуса Христа, когда начинает, вот-вот будет сформирована церковь. То есть цель та же самая, я думаю, братья и сестры, это та же самая цель утвердить вот это, чтобы узнать твердое основание учения, чтобы и мы с вами, друзья, узнали твердое основание нашего учения. Только вот в данном случае в «Деянии апостолов» это будет уже немножко другое время, да, немножко другое время, немножко другая историческая обстановка такая. Вторая книга вот этого автора Луки, она написана, братья и сестры, посмотрите, кому она, хотя он пишет и Феофилу, да, но начинается все же действие вот церкви, действие учеников и описано, что придя, зашли в горницу, где и прибыли. И там буквально несколько человек перечислено. И действительно, друзья, когда мы вот посмотрим на эту ситуацию, она была очень непростой, да, и очень сложной, может быть, это была самая сложная ситуация церкви на земле. Когда Иисус Христос ушел, когда остались на земле вот эти несколько человек, они написано были рассеяны, они были напуганы, мы знаем, их было совсем немного, написано, что они разбежались. Это были люди простые, это были люди не ученые, еще не утвержденные в вере своей. У них еще не было проповедников к этому времени, да, у них не было нового завета, вот почему бы им проповедовать. Не было таких вот материалов каких-то, да. Они были в горнице в каком-то ожидании. Но, братья и сестры, было одно, одно было твердое основание, о котором так и говорит Лука, вот твердое основание, знаете, и вот это твердое основание, оно заключается вот в этих словах. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала. Да, многого не было, друзья, у первых апостолов, у первых учеников, многого не было. И они были в трудностях, в переживаниях, многое, может быть, не знали, многое им было неизвестно, но у них было твердое основание. И это основание заключало в том, что они хорошо знали, что делал Иисус и чему учил. Это были те люди, которые были очевидцами Иисуса Христа. Они были с Ним, это не так много времени прошло, они помнили Его наставления, они помнили детально, что делал и как говорил Иисус Христос. И когда вот мы с вами думаем, что могли сделать вот эта горстка людей, которые были напуганы, рассеяны, у которых не было никакой власти, никаких связей, единственное, что они могли сделать, и то, что они сделали, братья и сестры, и в этом большое благословение для них, они вспомнили и начали поступать и делать так, как написано, Иисус сделал и чему Он учил. И пройдет действительно буквально совсем немножко времени, друзья. Вот если вы вспоминаете историю, пройдет буквально немножко времени. И вот эти вот испуганные, которых никто не знал, которые написаны не книжные, простые, о них узнает очень скоро весь мир. Очень скоро они станут очень смелыми, и мы об этом читаем, и много примеров в Писании, как смело они возвещали весть Евангелия. Скоро вот этих людей, которых перед этим и считали, что это просто какая-то секта еврейского, из евреев, еврейская секта, но вскоре вот эти вот неизвестные люди, их проповедь начнет изменять весь мир. Что сделали эти ученики, друзья? Что было сделано вот этими учениками, небольшой горсткой людей для того, чтобы о них узнали, для того, чтобы вот эта весть распространилась, для того, чтобы о них услышал весь мир? Я бы хотел, друзья, чтобы мы вот, начиная вот это исследование деяния апостолов этой книги, чтобы мы посмотрели немножко сегодня на первые шаги ранней церкви, на первые шаги ранней церкви, чтобы и для нас это было примером, друзья, как нам поступать, следуя за Иисусом Христом. И вот мы дальше читаем первая глава «Деяния апостолов», мы с вами читаем буквально следующий стих, 14-й, написано «Все они единодушно пребывали в молитве и молении». Все вот эти ученики, которые закрылись в этой горнице, написано «Они единодушно пребывали в молитве и молении». Зачем? Иисус Христос не сказал им молиться, Иисус сказал Христос им «Возвращайтесь в Иерусалим и ждите обещанного». Но вот они возвращаются в Иерусалим и написано, что они единодушно молятся. Братья и сестры, откуда они знали, что надо молиться? Кто им дал такую идею, что вот когда в их ситуации самое лучшее, что можно делать, это пребывать в молении? Я думаю, братья и сестры, это не секрет для нас, потому что они вспоминали вот эти слова о всем, что Иисус делал и чему учил. Мы сразу вспоминаем Иисуса Христа вот даже в первой книге о том, что Иисус делал и чему учил, Евангелие от Луки. И мы с вами читаем много-много примеров о том, из чего складывалась и жизнь Иисуса Христа. И мы читаем в пятой главе, 15-16 стих. «Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих, но он уходил в пустынные места и молился. При всей своей занятости, служении своем, написано «Иисус находил время и возможности, уходил в пустынные места и молился». Чуть дальше написано, интересно, 6 глава, 12 текст. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». Вот так вот строилась молитва Иисуса Христа, друзья. Когда не было днем для молитвы, написано «Уходил и пребывал всю ночь в молитве к Богу». И не только он так поступал, да, написано, как Христос поступал и как учил, но он этому же и учил, братья и сестры. Вот интересно, что никогда расхождения нет в Иисусе Христе. Написано, что Иисус делал и чему учил. И то, что делал Иисус в своей жизни, тому он и учил. И наоборот, чему учил Иисус Христос, то он всегда практиковал в своей жизни. И он дальше учил. Вот 21 глава мы читаем, написано «Своим ученикам Господь говорит, бодруствуйте на всякое время и молитесь». Занимайтесь молитвой. 22 глава, 40 стих. «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». И написано и дальше «И сам, преклонив колени, молился». Иисус Христос был человеком молитвы, братья и сестры. И в Луки, мы читаем дальше, 18 глава написано «Должно всегда молиться». Должно всегда молиться, говорит сам Иисус Христос. Причью об этом говорил. Нет разницы, друзья, или мы в радостном, хорошем настроении, или мы в плохом настроении. Или у нас все получается, или у нас вообще ничего не получается, или у нас свобода, или у нас может быть гонение, или у нас большие переживания, или может быть маленькие переживания. В здоровье мы, или в болезни написано «Должно всегда молиться». И так поступал Иисус Христос. И поэтому неудивительно, когда первые ученики остались в такой ситуации, естественно, они вспоминали, что делал Иисус Христос. И поэтому они молились. В горнице написано «Собрались» и единодушно молились. Много-много вопросов, друзья. Вот мы читаем читание «Деяния апостолов», и вот как часто, очень часто, почти в каждой главе написано, как многие вопросы, проблемы, переживания решались первой церковью в молитве. Как-то сложился, возник вопрос об избрании апостола, да, вот прямо в этой же первой главе. И Петр говорит, что нужно апостола избрать, 12-го, и написано «И помолились, и сказали». То есть апостолы опять молятся об этом. Вторая глава, мы читаем, что они постоянно пребывали в молитвах. Первая церковь пребывала в молитвах. Шестая глава, четвертый стих тоже самое говорит. Мы постоянно должны быть в молитвах. Помните, это служителя, которые говорили, что наш приоритет – это служение слова и молитва. Служение молитвы – это наш приоритет. Да, есть какие-то другие служения, есть какие-то другие вещи, которые мы должны делать, но, говорит, мы должны делать или хранить вот этот приоритет нашего служения. Мы должны всегда, постоянно написано, должны быть в молитвах. Интересный случай, тоже известный нам, 12 глава, мы читаем, помните, когда Ирод поднял руку, обезглавил сначала Иоанна, потом взял и Петра, посадил его в темницу, и написано Петра стерегли в темнице, между тем, как церковь прилежно молилась о нем Богу. Братья и сестры, я не знаю, вот в чем выражалась прилежность молитвы. Вот как можно сказать, что церковь прилежно молится? То есть, может быть, это много молитв было, может быть, это были все молитвы вслух, может быть, у них какая-то молитва была, может, как мы иногда делаем, знаете, 24 часа, и мы записываемся, кто молиться будет. Есть много способов, друзья, но должна быть непростая молитва, прилежная молитва, должно быть усилие для того, чтобы это совершалось в нашей жизни. Так поступал Иисус Христос, братья и сестры, так поступала первоапостольская церковь. Между тем, церковь прилежно молилась о нем Богу, и мы знаем результаты этой молитвы. Когда-то Иисус Христос, помните, взял с собой учеников и сказал, побудьте здесь со мною. И он хотел, чтобы они молились с ним. И возвращается, нашел их спящими, опять будет их, говорит, хотя бы час могли бы помолиться со мною. И опять возвращается, и опять они уснули. Друзья, может быть, это мы с вами, те, которые засынаем. Да, мы знаем. Конечно же, это не новость, друзья. Важность и силу молитв мы все с вами хорошо знаем. Может быть, только мы те, которых Иисус сегодня находит спящими в молитве. Это первый шаг, друзья, о котором я хотел говорить. Молитва, это был первый шаг, что практиковала церковь. Вот это первая церковь, первые шаги первоапостольской церкви в трудностях, в переживаниях. Это было служение молитвы. Еще один шаг, друзья, который был в первоапостольской церкви. Мы читаем это во второй главе, немножко чуть дальше. Мы знаем это событие, когда все они были единодушны вместе. И вот написано, сделался внезапно шум с неба, наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Святого Духа, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Вот это второй шаг, друзья, это встреча с действием Святого Духа. Первая апостольская церковь, она вот в эти дни как раз, вот в первые дни своего существования, именно в тот день, когда мы называем день рождения церкви, эти люди, они встретились с действием Святого Духа в своей жизни. И они поняли, они хорошо поняли, что это действует Бог. А почему, друзья, почему вот эти первые люди церкви, они хорошо поняли в этот час, что это действие Бога, что это не какое-то случайное явление, что это проявление чего-то непонятного, они поняли, что это действие Бога. Знаете почему? Потому что у них было основание, они знали, что так делал и так учил Иисус Христос. Они хорошо знали вот это вот событие, которое произошло, когда Иисус Христос был сам крещен Духом Святым, когда Он пришел к Иоанну, написано, чтобы исполнить всякую правду, Он крестился, и когда вышел из воды, написано, Дух Святой в виде голубя, как бы голубь спускался на Него. Они были очевидцами этого, друзья, и они хорошо понимали, что так было в жизни Иисуса, и так может быть, и должно быть в их жизни. И только после того, вот интересно, когда Иисус Христос был крещен Духом Святым, только после этого случилось испытание Его, только после этого Он был поведен в пустыне, только после этого у Него были вот эти искушения и победы в этих искушениях, только после того, когда наш Господь Иисус был исполнен Духом Святым. Только после этого началось Его служение. Мы читаем, что после этого события, когда Иисус Христос был крещен, когда Дух Святой сошел на Него, и вот после искушения в пустыне, в 4 главе мы так читаем, «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молванием по всей крестной стране». То есть вот после этого, только после этого Он начинает свое служение. И естественно, друзья, Иисус Христос прекрасно знал силу и значение действия Святого Духа. Именно поэтому Он сказал, что ждите, когда Я пойду, Я пошлю Вам утешителя, и Вы примете силу, когда примете Духа Святого, и станете Моими свидетелями. Только после этого, друзья, Господь сказал, что после этого Вы примете силу, потому что Вы только соприкасаясь с Духом Святым, друзья, мы получаем вот эту силу. И неудивительно, когда мы читаем Деяния апостолов, друзья, опять же, вот с самых первых глав, и потом дальше мы читаем, как часто мы встречаемся с проявлением Святого Духа. Может быть, как нигде в другой книге Библии об этом сказано. Исполнились Духа Святого, исполнились Духа Святого, Дух Святой сказал, Дух Святой сделал. Вот в глазах Луки, который написал это послание, действие Духа Святого было настолько явно. Он видел это, он ощущал это, он понимал, что это действует Бог через Духа Своего Святого. Написано, что Петр, исполнившись Духа Святого, сказал вот эту первую проповедь, или это вторая была, уже в четвертой главе тоже написано, Петр говорил свою проповедь, и написано, исполнившись Духа Святого, сказал, и говорил вот эту проповедь, и написано, что многие удивились, зная, что этот человек не книжный, простой, удивились его мудрости и силе. И Лука говорит, Петр, исполнившись Духа Святого, Лука понимал, что это не просто так, что это не дарование Петра, но это действие Святого Духа. В 9 главе написано, что церкви умножались при утешении от Духа Святого. И мы знаем, что покаялись 3000 человек, потом 5000 человек покаялись. И действительно, ученики понимали, что это не они, друзья. Это не мы такие способные, это не от нас зависит, это действие Святого Духа. При утешении Духа Святого происходило умножение церкви. Когда-то тоже вопрос стоял о том, чтобы послать братьев на служение. И интересно тоже в Деянии 13 главы, когда Варнаву и Савла нужно было послать на служение, и там конкретно написано, когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Насколько четко и ясно действовал Дух Святой, друзья. И это действие Духа Святого в Первой апостольской церкви. Люди исполнились Духом Святым. Вы знаете, исполнение Духом Святым – это отдельная тема и большая тема. Я бы не хотел о ней говорить сегодня. Но мы должны, друзья, хорошо знать и понимать, и быть ответственными перед тем, что мы должны исполняться Духом Святым. Да, мы хорошо знаем, друзья, что вот основываясь на Эфицианам 5 глава, там есть не только 5 глава, в начале послания Эфицианам 1 глава, 4 глава, там говорится, что мы запечатлены Духом Святым в момент искупления. Услышав слово «истину» написано, уверовав, вы запечатлены Духом Святым. Это наше запечатление происходит в момент нашего оправдания и искупления, в момент нашего покаяния. Но дальше 5 глава апостол говорит, «Но исполняйтесь Духом». Исполнение Духом Святым происходило в Первопостольскую Церковь, и это должно происходить и в нас, друзья. В каждом дне нашей жизни написано «Исполняйтесь Духом Святым». И есть много, друзья, методов, как исполняться Духом Святым. Одно только хочу сказать сегодня. Написано вот Деянием, тоже 5 глава, 32 стих, как исполняться Духом Святым. Написано «Бог дал Духа Святого повинующимся Ему». Братья и сестры, друзья, вот исполнение Духом Святым происходит только тогда, когда мы повинуемся Богу и ни в каких других ситуациях. Написано, что Христос, Он сказал «Должно мне исполнить всякую правду», то есть Он должен был это исполнить. И написано, когда Он исполнил, совершил крещение, только тогда Он был крещен Духом Святым. Христос был послушен, чтобы исполнить всякую правду. Написано апостолам было повеление «Ждите меня в Иерусалиме», «Ждите обещанного». Апостолы послушались, и только тогда, после их послушания, написано, вот случилось событие второй главы «Деяния апостолов» «Были исполнены Духом Святым». Очень многие примеры, друзья, когда люди исполнялись Духом Святым, но только тогда, когда они были послушны Писанию, только тогда, когда они смирялись, только когда их сердце было чистым, только когда они располагали сердце свое, быть послушными Господу, повиновение проявляли, и тогда они исполнялись Духом Святым. И только тогда, друзья, была сила, только тогда в нашей жизни будет смелость, и мудрость, и ведение, и откровение Божие будем получать, если мы будем исполняться Духом Святым. Интересно, Деяние 4 глава, вот тоже этот момент, когда, помните, апостола Петра, апостола отпустили Синедриона и запретили проповедовать. Помните этот момент, 4 глава? И когда они, написано, «пришли к своим», то есть к тем людям, которые уже пережили, да, момент Пятидесятницы, это люди были исполнены Духом Святым уже, на них уже почили тогда языки, и написано в 4 главе, вот когда возвратились Петр, и они начали молиться, да, зная вот это запрещение, они начали молиться. И когда написано, «по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духу Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Опять происходит исполнение Духом Святым. Братья и сестры, когда мы в молитве, когда мы в посте, когда мы в послушании и смирении ходим перед Господом, вот это условие исполнения Духом Святым, и это условие для того, чтобы нам жить христианской жизнью. Что еще сделал Иисус, друзья, и что сделали первые ученики? В Луки 4 глава 43 текст. «Но Он сказал им, «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». Братья и сестры, Христос хорошо знал свою миссию. Написано, что я должен благовествовать Царствие Божие. На это я послан, и написано, и проповедал в синагогах галилейских. У Иисуса Христа было много служений, братья и сестры. Мы посмотрим, было много служений, но основное служение, Он говорит, на то я послан, чтобы благовествовать, чтобы благовествовать спасение, чтобы благовествовать Царствие Божие. Вот это вот еще один шаг, который делал Христос, который сделали потом и апостолы. Они начали благовествовать. Вот хотя в своей немощи, хотя вот может быть в каком-то они были в рассеянии, в каком-то они были, может быть, в переживаниях, страхах каких-то, в молениях, но они начали смело благовествовать. Чуть раньше в этой главе сам Господь сказал, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным, освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Вот это вот была миссия нашего Господа, миссия благовестия. Он дальше так говорит, «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Чуть дальше Он скажет, «Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Вот это вот было благовестие нашего Господа Иисуса Христа. И интересно, вот когда мы смотрим на действия Первой Церкви, это еще один шаг, это еще третий шаг, который делали наши первые братья и сестры в Первой Апостольской Церкви, они начинали благовестовать. Вторая глава, 14 стих, говорит, «Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сия да будет вам известно, и внимайте словам моим». Дальше он говорит, «И Иисуса Назарея, мужа, засвидетельственного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узок смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Чуть дальше он говорит, «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог садил Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, «Что нам делать, мужи, братья?» Петр же сказал им, «Покайтесь и докреститься каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Вот это благовестие, это первые благовестники на земле из церкви, друзья, первые проповеди, которые звучали от Петра, от Павла, от других братьев, от Стефана, они благовествовали о спасении. Первая церковь – это была церковь благовестия, друзья. Апостол Павел поэтому неудивительно говорит, что благовестие – это необходимая обязанность моя. Горе мне, если не благовествую. И действительно, история говорит, друзья, что в очень короткое время, буквально несколько, может быть, десятилетия прошло, и учение Иисуса Христа, оно распространилось. От Русалима до Рима пошел апостол Павел. Но уже до того, как апостол Павел до Рима дошел, известно, что в Египте и в Сирии были большие христианские церкви. Буквально через несколько лет в Иерусалиме историки говорят, что церковь насчитывала приблизительно от 30 до 50 тысяч членов. Одна церковь в Иерусалиме. И это было, друзья, результат благовестия. Когда братья наши и сестры, не жалея сил, не жалея жизнью, они понимали, что это то, что они должны делать. Они должны благовествовать. Апостол Павел говорит римлянам, спасешься, если устами будешь исповедовать Иисуса Христа. Еще один шаг, друзья, который делали первые христиане в первоапостольской церкви. Смотря на Иисуса, что он делал и чему учил, мы его в этом читаем, знаете, вот 2 глава, 42 стих, 2 глава, 42 текст. И написано так, они постоянно пребывали в учении апостолов. Интересно, друзья, что это было первое. Вот в этом стихе написано, они постоянно пребывали в учении апостолов, а уже после этого, после учения апостолов, было общение и преломление хлеба. То есть учение апостолов объединяло их. Не общение их объединяло, друзья, не общая тема, не какие-то проблемы общие. но написано, постоянно пребывали в учении апостолов, а потом в общении, в преломлении хлеба. Учение апостолов, друзья, это не совсем благовестие. Благовестие — это весть погибающему миру. Это то, что должны делать я и мы с вами, когда мы встречаемся с неверующими людьми. Пребывать в учении, друзья, — это обязанность нас, как крестьян. Когда мы вместе, когда мы в собрании или когда мы дома, написано, что мы должны постоянно пребывать в учении. И это тоже наша обязанность. Написано вот в «Деяниях», опять еще один пример, к этому, как люди пребывали в учении, 17 глава, написано об уверовавших вере. И написано, что они хорошо поступали, потому что ежедневно разбирали Писание, правда ли это так. Услышав Писание, вот эти уверовавшие люди, они занимались учением, они вникали, изучали, читали, сравнивали, вспоминали, хотели сопоставить и узнать, правда ли это так. Так, учением постоянно занимался апостол Павел и другие апостолы. Апостол Павел говорит, смотрите, в 20 главе, 20 стих, «Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил вас всенародно и по домам». Чуть дальше он говорит, посему, брать, бодрствуйте, памятая, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. Братья и сестры, учение – это тот процесс, когда мы познаем Господа, когда мы познаем Его характер, когда мы познаем Его волю, когда мы узнаем, что приятно Богу, а что неприятно, когда мы узнаем, что приближает меня Богу, а что в моей жизни отдаляет меня от Бога. Это процесс учения, основываясь на Священном Писании. Филиппийцам апостол Павел так написал когда-то, «Все почитаю, читаю ради превосходства познания Христа Иисуса». Вот ради вот этого учения, чтобы познать Христа, апостол Павел говорит, все остальное по сравнению с этим просто читаю. Апостол Павел пишет дальше Тимофею, «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, занимайся так». Занимаясь, вникай в учение, друзья, написано, «Спасешь себя и слушающих тебя». Почему, друзья, вот откуда взяли первые вот эти люди, первые люди в нашей христианской истории, апостол Петр, апостол Иоанн, Павел, откуда они знали, что важно заниматься учением, друзья? Откуда? И мы понимаем, что они знали, что делал Иисус Христос и чему учил. Они смотрели на Иисуса Христа, и написано, что Он учил в синагогах. В Луки 19, 47 написано, Он учил каждый день, Иисус Христос учил каждый день. Более того, Иисус Христос сам учился. Интересное место в Евангелии от Иоанна написано 8, 28. И Христос говорит, я, говорит, учу не сам от себя, я не говорю то, что я хочу вам сказать, но я говорю то, что Бог меня научил. То, что Бог меня научил, я, говорит, передаю вам. Иисус Христос сам учился. Он вникал, Он познавал, друзья. Вот это поручение великое, Матфея 28, 19, великое поручение Церкви, оно также и звучит. Итак, идите, научите все народы. Научите все народы, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. Научитесь, братья и сестры, это повеление к нам. Во-первых, в первую очередь мы сами должны научиться. Мы сами должны научиться всем повелениям, что Господь поручает нам. Интересно, вот последнее время, особенно недавно, я тоже услышал беседу с молодым человеком, и он ходит в нашу церковь и говорит, при благодати, вот в новозаветной церкви не должно, вообще неправильно, чтобы было слово «должен». «Должен» — это из Ветхого Завета, это закон. Вот если мы, говорит, в церкви учим, что мы должны что-то делать, вот мы законники сразу, мы неправильно поступаем. Братья и сестры, я так не нахожу, мы с вами прочитали вот это место. Научите все народы, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. Есть повеление то, что мы должны делать, да? Сам Христос говорит, идите, научите, уча, сами научаясь, уча повелевать всему, что Я повелел. Есть повеление, которое мы должны и должны и обязаны делать. У нас нету просто других вариантов. А благодать, друзья, благодать, которая часто говорят, что сейчас благодать, не должно быть должен, потому что сейчас благодать. А мы читаем, что благодать, она тоже научающая. Благодать, в которой мы сейчас находимся, которую принес Иисус Христос, написано, она тоже научает нас, да, отвергнув нечестие, мирские походи, целомудренно, благочестиво жить в нынешнем веке, научающая благодать, она тоже учит нас, она тоже нам повелевает. Поэтому как важно, друзья, чтобы в своей жизни мы учились, вникали в себя и в учения, занимались им постоянно. И последнее, еще один шаг, который делали первые христиане, друзья, мы с вами давайте прочитаем вторая глава, деяние вторая глава, мы с этим сталкиваемся уже во второй главе, и тот же сорок второй, ну, чуть дальше прочитаем, вторая глава, сорок пятый стих. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Братья и сестры, вот собрались многие люди, множество было, большая церковь, больше, чем у нас, и они не смотрели на себя, они не смотрели на себя, вот почему у меня нету того, почему кому-то больше досталось, почему жизнь так сложилась, почему у меня какие-то проблемы, переживания, но смотрите, они смотрели, написали, разделяли всем, смотря по нужде каждого. Первые христиане смотрели на нужду ближнего, друзья, они смотрели на ближнего не с той целью, чтобы осудить, как-то оценить его, но чтобы увидеть, а есть ли в нем какая-то нужда. И вот это вот, друзья, служение, пятый шаг, который хотел бы я немножко сказать, это наше служение. Служение святым, служение ближним нашим, может быть, это служение людям или же служение в церкви, хотя немножко это разные вещи, но я бы хотел не разделять сегодня, это наше служение. Первая церковь, друзья, вот первые наши братья и сестры, они приняли служение. У каждого было свое служение, у кого-то большое было, у кого-то малое, кто-то должен был печатись о столах, мы читаем, кто-то должен был печатись о молитве, кто-то должен был проповедовать, кто-то должен был уделять внимание вдовам и сиротам. Разные служения были, но интересно, что они смотрели на нужды своих ближних. Постоянно написано, помните, мы уже читали об этом, 6-4, написано, а мы постоянно пребудем в служении. У каждого из них было свое служение, друзья, и они говорят, постоянно пребудем в служении. Откуда они знали это? Откуда взяла Первая апостольская церковь, братья и сестры, что нужно иметь каждому служение? Откуда они это взяли? Мы вспоминаем вот это место, о всем том написанном, да, написал тебе я, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала. Первые христиане, друзья, они хорошо помнили Иисуса Христа, они знали, чему Он учил и как Он делал. И Иисус Христос, вот мы с вами прочитали, помните, Он сам говорит, я для чего пришел? Он говорит, я пришел для того, чтобы послужить. Не для того, чтобы мне служили, но чтобы послужить. И вот это вот место мы с вами читали, кому служил Иисус Христос, а все, которые окружали Его. Евангелие Луки написано, опять же, говоря о Иисусе Христе. То, что вспоминали первые апостолы. «Он помазал мне благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, измученных отпустить на свободу служения нашего Иисуса Христа». Чуть дальше, опять же, в этой же главе 4 Лука пишет, «При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему, и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их». Опять же, находилось время, друзья, находилось силы. Мы вот читаем в Евангелии, как трудно было найти хотя бы минутку, хотя бы какое-то мгновение Христу побыть одному. Постоянно люди, постоянно проблемы, постоянно просьбы, постоянное служение. Написано, «При захождении же солнца приводили к Нему, и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их». Вот это было также служение Иисуса Христа. «Я пришел для того, чтобы послужить». И в виде этого апостолы говорили, и мы так должны делать. Служение – это то, что должно сопровождать нашу христианскую жизнь. «Если во мне сегодня желание служить Господу, друзья, какое мое служение, большое ли или маленькое?» Апостол Павел, помните, когда уверовал, первый же вопрос он задал, «Что повелишь мне делать?» Апостол Павел прекрасно понимал, «Если я становлюсь последователями Иисуса Христа, я что-то должен делать. Что повелишь мне делать?» В Ефесянам 4 глава апостол Павел вот эту мысль раскрывает и говорит, что Иисус Христос создал Церковь свою, и Церковь – это как тело. И написано, вот как много членов в одном теле, так и вы члены друг к другу. И написано, при действии в свою меру каждого члена. Братья и сестры, исключений нет. Если я член Церкви Иисуса Христа, написано, что при действии в свою меру каждого члена у меня должно быть свое действие, свое служение. Если я член Церкви, если я член тела Иисуса Христа, у меня должно быть свое служение, какое-то действие, при действии каждого члена в свою меру. Что делал и чему Иисус учил. Вот это то, чему учил Иисус Христос. Я думаю, что если мы будем более детально смотреть, мы еще увидим и другие шаги, друзья, что делал и чему учил Иисус Христос. Но интересно, что во всем этом, друзья, во всей нашей жизни, во всех аспектах жизни нашей мы можем смело сказать, Иисус Христос оставил нам пример. Он и учил, Он и делал, Он и жизнью свою показал, как нам нужно правильно поступать, правильно относиться, что и как нам нужно делать. И теперь наша цель, друзья, наша основная цель, как написано, идти по Его следам. Идти по Его следам. Написано, овцы идут за мною. Помните Евангелие от Иоанна. И в этом сила, братья и сестры, в этом была сила первой церкви, в этом будет и сила нашей церкви, друзья. Не в нашем образовании, вы знаете, не в наших способностях, не в нашей культуре, не в нашем русском языке сила, друзья. Не сила в том, что у нас может быть какие-то большие пожертвования, красивые поет хор или оркестры большие. Не в этом сила. Это только последствия. А сила в том, друзья, вот сила первой церкви была в том, что они исполнялись святым Духом. Они исполнялись, они жили так, чтобы Дух Святой мог исполняться, наполнять их жизнь. Сила первой апостольской церкви была в молитве, друзья, они жили молитвой, они молились и они жили молитвой. Сила первой апостольской церкви была в благовестии, друзья, они не жалели жизни своей для того, чтобы благовествовать. И горе написано, апостол Павел говорит, если я не благовествую. Сила Церкви, друзья, в учении Писания, в учении апостолов, если мы постоянно, написано, пребываем в учении и наставлении Господнем. И сила Церкви, друзья, в служении, в служении в Церкви, в служении ближним людям, в этом наша сила. И задача наша, друзья, упражняться, чтобы действительно продолжать делать то, что делал Иисус Христос. Делать это так, как Он это делал, доколе не изобразится в нас Иисус Христос. Хороший гимн, который мы поем с вами, «Старый будем, как озеро Геннесарецкое, помните, с чистой и светлой душой, и отразится Христа Назарецкого в нас, его облик живой». Давайте об этом помолимся в этот час. Аминь. Спасибо. Спасибо.